Всем здравствуйте! Наконец-то у меня на распаковочке и конечно скоро будет обзор Lenovo K900. В общем-то это аппарат, который заслуживает внимания, потому что он является первым флагманом, который работает на базе процессоров Intel. Но здесь конечно на коробке ничего пока что об этом не указано, на верхней части коробки, но есть вот вторая часть, кстати смотрите как стильно смотрится, K900. Он так наверное и на заставочку и сделаем. Далее уже идет коробочка и здесь написано Intel Insight K900 модель Lenovo. Но коробочка такая очень приятная, видно что производитель считает, что это наверное наилучший гаджет, поэтому и так все это и выглядит. Теперь сам аппарат, вот он сразу же нам открывается, но о нем мы поговорим чуть попозже. Давайте посмотрим далее на комплектацию, все-таки интересно. Так, здесь у нас идет скрепочка, плюс ко всему идет дополнительно идея фон, ну тут конечно все на китайском. В данном случае у меня модель перевезена из Китая. Я бы не сказал, что наушники какие-то навороченные, потому что во флагманы все-таки даже очень неплохие наушники ложат. USB шнур и адаптер. Но адаптер, как вы можете заметить, он не под нашу вилку, поэтому если вы будете покупать, сразу же просите, чтобы вам дали переходник. Теперь настала пора посмотреть на сам смартфон. Выглядит он весьма шикарно, огромнейший экран и вообще огромнейший смартфон. И в моей руке лежит он хорошо. Если рука будет немножечко поменьше обхватом, то конечно будет уже не совсем удобно. Давайте посмотрим на его внешние характеристики. На передней части устройства сверху располагается логотип Lenovo, фронтальная камера и динамик. Идет весь экран. Снизу должны быть кнопочки. Когда мы его в обзоре включим, мы посмотрим какие там кнопочки. Далее, справа на смартфоне находится кнопочка включения. Ниже находится у нас разъем для помещения сим-карты. На другой стороне у нас находится регулировка громкости. Ниже ничего нет. На обратной стороне аппарата находится сверху большая, такой квадрат для камеры, двойная вспышка плюс микрофон. Также аппарат полностью металлический. Ну, вы видите, да? Очень даже выглядит неплохо. В нижней части находится динамик. И внизу находится разъем для наушников, микрофон и для подключения к компьютеру. С внешними достоинствами аппарата не поспоришь. И большой металлический корпус, и вот эти винтики, которые добавляют ему брутальности. И выдавленный в металле логотип Lenovo, который создает тоже эффект топового устройства. Также мне нравится большой экран. В принципе, я могу сказать, что этот аппарат может спокойно заменять такой планшет. Если вы собирались себе брать 7-дюймовый планшет, то как раз это устройство и может заменить вам 7-дюймовый планшет. Хотя, конечно, по экрану здесь он явно не 7 дюймов. То есть, здесь он всего лишь 5,5. Но это, в принципе, для людей, которые, к примеру, не хотят таскать несколько устройств, будет не проблема. Потому что, ну, как бы на этом устройстве и кино удобно смотреть, если вам уж это интересно. Но и можно будет еще и в игры поиграть. Тоже большой экран себя оправдает. О всем этом мы, конечно же, поговорим более подробно в обзоре. Пока мне нужно изучить более подробно это устройство. И вы сможете в обзоре узнать побольше об этом аппарате. И я поделюсь своим мнением, что это за устройство. Стоит ли оно своих денег. Хотя стоит он действительно недорого. Не забудьте подписаться на канал. С вами был я, Владимир Тишевский. Канал Vootish News Tech. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok